Всем привет, дамы и господа! Сегодня мы с вами будем погружаться немножечко так в премиум сегмент. В этом нам поможет бренд Bugaboo. И сегодня мы с вами посмотрим прогулочную, компактную колясочку премиум класса. Моделька называется Butterfly. И сейчас у нас уже начинается потихонечку сезон отпусков, весна. Куда-то мы все едем, летим, планируем поездки непосредственно. И для комфортного путешествия нам нужна колясочка, которая нас не будет напрягать своими размерами, весом. Короче говоря, компактная мобильная колясочка. И эта моделька для этого подходит просто практически идеально. Нидерланды, вдруг кто забыл, Bugaboo. Базовые характеристики, пробежимся по ним. Напомню, полные технические данные по ссылке в описании. Просто вы пишите в комментариях, в комментариях там размер колес, там еще что-то. Все по ссылке в описании, пройдите и у вас никаких вопросов не останется. Гарантию производитель дает год. Вес с сидением у нас 6,9 килограмма. 120-150 у нас угол наклона спинки. Вот 150 хотелось бы, конечно, чуть побольше. Но в принципе с этим тоже можно жить. Производитель позиционирует, что можно использовать коляску с 6 месяцев. Кстати, колесная база у нас 45, ну не колесная, а ширина максимальная самой всей конструкции коляски. 45 сантиметров. Вы везде проедете, никаких ограничений у вас не будет. И вес ребеночка выдерживает 22 килограмма. Кстати, цвет коляски, который вы сейчас видите, он называется Forest Green. Нынче модный вот этот цвет, сейчас очень много. Вот, то есть это по магазину первая коляска пройдете, минус десяток колясок таким цветом найдете, похожим цветом. Вот. Ну да ладно, давайте изучать. Кстати, что по комплекту. По-моему, здесь был только фирменный полноразмерный дождевик. И больше ничего. Что единственное, я бы рекомендовал докупить, это подстаканник и транспортировочную сумку, чтобы вы могли ее убирать, когда путешествуете куда-то. Вот. Сверху вниз изучаем. Вот. И что мы видим? Ручка. Очень классная эко-кожа. Прям вот не зря я начал разговор с премиум сегмента. Прям кайфовая эко-кожа. Прям вот реально классная, мягкая, приятная. Также у нас есть ручечка вот такая вот, ремешочек страховочный. И ручка у нас не регулируется по высоте, ни по наклону, никак она не регулируется. Что касается, друзья, материалов. У Бу-Габу ткани всегда были без вопросов. Гипоаллергенные, там качественные, натуральные и тому подобное. Все, естественно, само собой классно. Тактильно очень приятные. Прям вот реально приятно трогать. Ткань дорогая, качественная. Ноль вопросов. И коляска, друзья, недешевая. После обзора по ссылке пройдете, посмотрите. Это премиум действительно сегмент. И тут как есть. Вот. Что касается козырька. Вот его максимальный размер. Но так как лето, мы можем увеличить размер козырька, добавив еще одну секцию. Но эта секция у нас будет исключительно с москитной сетки. Но мы же ее на лето берем, друзья. Поэтому вот, в принципе, от солнца защищает тоже хорошо, даже с этой сеточкой. Вот. Давайте дальше посмотрим. Сиденье. Сиденье здесь для очень рослых детей. В том числе подойдет хорошо, потому что спинка очень высокая. Прям вот очень высокая спиночка. Ремешки всегда уже топорщатся наверх, чтобы вы легко могли посадить ребеночка. С этим все классно. У нас каждый ремешок пристегивается к замочку независимо. Это на самом деле очень хорошо, потому что, например, мы в эксплуатации коляски никогда не пристегивали вверх. Пристегивали только низ. Лично нам было так удобнее. Но кому как. Плюс такой системы в том, что вам не нужно вот с ребенком здесь пытаться соединить два ремешка, подпасть. Вы можете просто отдельности, по отдельности, кажется, защелкнуть. И все. Я считаю, это большой плюс. Ну, естественно, это все регулируется по высоте, само собой. Вот этот матрасик, друзья, здесь вы видите, он очень приятный, очень мягкий. И в дальней дороге, в долгой прогулке ребенку будет прям вполне себе отлично. Так, что касается, друзья, подножки. Давайте я вытащу. Вот такая здесь еще есть подножечка. И подножка выполнена полностью из металла. Дуга металлическая такая, не пластик. Так, вот, на вопрос, как лучше, как по мне, без разницы. И так, и так, подножка выполняет одну и ту же задачу. Поэтому, что есть, то есть. Вот, можно, естественно, все это регулировать. Ступенька у нас есть, чтобы ребенок туда нормально залазил. В общем, все хорошо. Так, теперь давайте посмотрим на колясочку снизу, что из себя представляет само шасси. Что у нас здесь, друзья? А большим плюсом я отмечу то, что у коляски очень хороший, полноразмерный и с хорошим доступом багажник. Я считаю, багажник, наличие хорошего багажника, это очень важный момент, потому что у вас по-любому будет что сюда накидать. И без этого, ну, никак не обойтись. Здесь, сзади, чтобы к доступу облегчить, у нас вот здесь подпружиненный весь механизм. Спокойно нажали, засунули что-то покрупнее. Можно также накидать что-то спереди, если подножка поднята вот таким образом. Также, видите, здесь еще бортик дополнительный взяли. В общем, максимально продуманный. Даже есть отверстие, если водичка, чтобы убежала, если это попало. Вот, в общем, все хорошо. Тормоз, друзья, у нас вот таким образом. Нажимаем. И можно подтолкнуть снизу, но также можно и носочком просто вот сюда ударить, и он отстегнется. Как по мне, крамотная система, и так и так можно использовать всегда подошвой. Это здорово. Колеса здесь просто резиновые. Что касается амортизации, друзья, она тут есть, но назвать ее какой-то очень сильно мягкой не получится. И такого рода коляски вы, в принципе, не увидите. Прям супер мягкой амортизации здесь такого, в принципе, не бывает. Но сборка, друзья, здесь просто топовая. Вот, давайте теперь я опущу те самые, сколько там, 150 вроде градусов было. И я говорил, что хотелось бы побольше. Потому что 150 градусов, в принципе, нормально, ребенок может нам поспать. Но если прям с самого начала использовать, 6 месяцев, обычно хочется чуть-чуть более горизонтальную все-таки поверхность, чтобы она была. Поэтому, ну, как есть, друзья, здесь вот так и все. Вот, что еще по низу не рассказал. В принципе, все понятно. Теперь давайте разбираться, как она складывается. Чтобы сложить колясочку, давайте мы с вами посмотрим, что для этого нужно. Ну, желательно, естественно, козырек все это убрать. И на ручке здесь есть кнопочка. Одна под ручкой и одна снизу. Нажимаем сначала одну, потом вторую и толкаем ее вперед. И, собственно, вот таким образом вся эта конструкция складывается. Убирается вот так вот. Вот, собственно, можно вот так это все вытащить. И вот таким вот образом можно ее переносить с помощью вот этого ремешка. Почему я говорю, чтобы покупать сумку транспортировочную? Кстати, в ассортименте First Buggy есть такие позиции. Можно будет докупить. И все вот это, чтобы дело не пачкалось и было в чистом, добовариваемом виде, лучше использовать сумочку. В общем, вот таким образом все это выглядит. Раскрываем. Нажимаем снова эти кнопочки, чтобы все сработало. Все, раскрываем обратно. Подножечку. И все. В рабочем виде у нас колясочка получается. В общем, друзья, всю информацию я донес. Мне добавить, в принципе, больше нечего. Если у вас все-таки остались какие-то вопросы, комментарии открытые, пишите там, пообщаемся с вами. Но напомню, ссылка с полными техническими характеристиками, с детальным полностью сантиметров весь разбор есть по ссылке в описании в магазине First Buggy. Если после этой ссылки вопросы остались, пишите. Собственно, могу лишь только пожелать сделать хороший, грамотный выбор, потому что коляска действительно достойная. Приезжайте, посмотрите, повыбирайте среди ей подобных, но ее не проходите мимо, друзья. Так что выбор за вами. Вам удачной дороги. Всем пока.